Привет, загадочные умы! Сегодня я приглашаю вас к раскрытию тайны, скрытой в мире эрудиции. Что, если я вам скажу, что существует ключ к знаниям, который мы с вами можем использовать вместе? Готовы открыть его вместе со мной? Давайте отправимся в увлекательное приключение, по путям знаний, которые часто остаются незамеченными. Сегодня я расскажу вам не только о тайне начала, но и поделюсь удивительными фактами, которые заставят вас взглянуть на мир с новой стороны. Сколько часовых поясов занимает Канада? 3, 6, 5. Что касается Канады, она подразделяется на 6 часовых поясов. Тихоокеанский, Горный, Центральный, Восточный, Атлантический и Ньюфоундлендский. Каждый из них имеет свое собственное время, отличное от остальных. Такое распределение временных зон обусловлено тем, что на разных концах страны Солнце встает и заходит в разное время. Это необходимо для удобства жителей Канады и согласования работы с другими странами. Как называется самая большая лягушка, вес которой может достигать до 3 килограмм и более. Лягушка-бык. Лягушка-голиаф. Лягушка-черепаха. Голиаф, самая крупная лягушка планеты, в длину ее тела, вместе с лапками, достигает 50-70 сантиметров. Это эндемичный вид, обитающий только на западе экваториальной Африки. Предпочитает очень чистые водоемы с сильным течением. Ценится за очень вкусное мясо и большой вес, до 3-4 килограмм, поэтому из-за все возрастающей охоты численность популяции значительно сокращается. Что такое букмал? Национальный язык в Норвегии. Птица с большим клювом, которая обитает в восточной и южной части Африки. Деревянный гребень, которым украшали прически девушки на Руси. Букмал – один из двух стандартов норвежского языка. Сформировался на основе датского языка после четырех столетий правления Дании над Норвегией. Букмал используется примерно 90% населения Норвегии, именно его чаще всего изучают иностранные студенты, на нем выходят все центральные СМИ. По данным на январь 2022 года, Букмал изучают 87,3% норвежских школьников. На какое время увеличивается или уменьшается продолжительность земных суток за столетие? Увеличивается приблизительно на 2 миллисекунды. Увеличивается приблизительно на 2 секунды. Она остается неизменной. За столетие продолжительность земных суток увеличивается приблизительно на 2 миллисекунды. Изменение длины дня в течение геологического времени было проверено подсчетом кольцевых линий у ископаемых кораллов. Кораллы откладывают на своем внешнем скелете в виде колец карбонат кальция. Цикличность отложения колец связана как с дневным освещением, так и с периодичными сезонными изменениями. Что измеряют с помощью устройства Браннака? Окружность головы, подвижность суставов, длину и ширину ступни. Устройство Браннака – это специальное плоское металлическое приспособление с подвижными элементами, созданное для измерения длины и ширины ноги. Это интересное приспособление для определения размера подходящей человеку обуви, со временем стало стандартом обувной промышленности. Цитрулин – это название цитрусового растения, плоды которого в зрелом состоянии остаются зелеными, чертежный инструмент, напоминающий циркуль, аминокислота, которая впервые была выделена из арбуза. Цитрулин – это аминокислота, очень популярная среди спортсменов. В природе он содержится в арбузе, дыне или огурцах, но чаще всего синтезируется в виде цитрулина-малата. Это вещество увеличивает мышцы, благодаря притоку крови к тем частям, которые были предварительно натренированы. Он также повышает работоспособность организма, поэтому хорошо подходит для спортсменов, занимающихся бегом на длинные дистанции. Как называется обертка для пластикового или бумажного стакана, которая защищает руки от горячего кофе или чая, налитого в него. Капхолдер, зарф – оба названия подходят. Обертка вокруг бумажного, пластикового стакана кофе или чая, для защиты рук от обжигания, называется капхолдер или зарф. Держатели для стаканчиков – не только полезный аксессуар, но и прекрасный вариант для рекламы заведения. Обычно на капхолдеры наносят логотипы без особо лишней информации. Петрикор – это запах, который мы ощущаем после дождя, удара молнии, набухания почек. Петрикор – это землистый запах, который ощущается после дождя, чаще, после длительного засушливого периода. Во время жаркой и засушливой погоды, растения могут выделять масла, которые впитывает почва. Когда начинается дождь, они улетучиваются в воздух. Вот тут-то и начинает чувствоваться запах, который описывают как землистый, свежий или мускусный. И чем дольше стояла засуха, чем больше масел впитала земля, тем сильнее будет чувствоваться запах дождя. Что такое «жимивю»? Состояние, когда что-то хорошо знакомое кажется незнакомым, ложное воспоминание, состояние, когда что-то вертится на языке, и мы никак не можем это вспомнить. Жимивю – это ощущение, которое возникает, когда что-то знакомое кажется тем, что видишь в первый раз. В 21 веке исследователи нашли причины возникновения феномена. По их словам, «жимивю» – сигнал о том, что какие-то события стали слишком автоматическими. Такое ощущение нереальности позволяет вынырнуть из засасывающей рутины. «Жимивю» сохраняет когнитивные системы человека гибкими, позволяя направлять внимание на действительно важные вещи, а не теряться в повторяющихся задачах. Таблица «Головина» используется для Систематизации химических элементов Проверки зрения Отслеживания погодных явлений Таблица «Головина» – распространенная оптометрическая таблица, применяемая для проверки остроты зрения. Разработана советским офтальмологом Сергеем Селивановичем Головиным. Как правило, размещается совместно с таблицей Сивцева. Обычно используется вместо таблицы Сивцева в двух случаях, либо когда врач предполагает, что пациент выучил таблицу Сивцева наизусть, либо для пациентов, не знающих русский алфавит.